Матч проиграли, но взяли одну очко. Хоккеисты Динамо Алтай приехали в гости к Ханты Мансийской Югре. На восьмой минуте два хоккеиста-хозяев в быстрой контратаке выкатились на одного нашего защитника и открыли счет в матче. Отыгрались динамовцы в начале второго периода. Забил Сергей Барбашев, а первый балл в качестве ассистента на свой счет записал японский нападающий Юсато 1-1. Больше цифры на дабло не менялись. Овертайм также не выявил победителя. Как итог по буллитам, точнее оказались хоккеисты Югры. Хороший боевой матч. Благодарен парням, что сегодня мы каждый бился за победу. Заработали результативный балл. Приятно забирать очки у олигархов этой лиги, которые превосходят тебя по бюджету 3-4 и более раз. Не хватило чуть-чуть удачи. Еще раз благодарен парням. Завершающий матч выездного турнея динамовцы проведут 16 октября в Тюмени против Рубина. Играют на юношеском уровне, но внимание как профессионалам. В минувшие выходные наградили футболистов Академии Динамо 2007 года рождения. Игроки завоевали бронзовые медали в юношеской футбольной лиге. Это молодежный проект, где участвуют 10 команд из разных уголков Сибири. И здесь футболисты могут показать свой уровень и получить вызов в топовые клубы России. По итогам сезона академики с бронзовыми медалями на груди. Я считаю, что этот турнир придумали. Это большое событие. Правильно, что он есть. Раньше было только первенство России, там можно было себя проверить. Сейчас дети постоянно находятся на виду и могут попасть в более сильные клубы, в более сильные чемпионаты. Так что я считаю, что это большой плюс для них. И им только стоит свое мастерство показывать на поле. Команды продолжают выступать на местных турнирах. А юношеская футбольная лига вернется в Алтайский край теперь уже в следующем году. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.